Вместе всегда нам по пути Лучше компании не найти Сношки ты, знаю и я Жизнь важнее всего семья Это моё семья Вот такая птичка-барбоска Она совсем не боится Как лучная Кажется, ты ей нравишься Бабочка, бабочка, иди ко мне Ой, ну вот, улетела Малыш, это ты её напугал Бабочка к нам привыкла и играла с нами А теперь нам придётся искать другого питомца О, яйцо Ты чьё? А гнезда-то нет Значит, не чьё Гена! 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 Прости, малыш, я немного занят Только посмотри, что я нашёл Хм, странно У птиц в наших краях таких не бывает Я что, новую птичку нашёл? Увидим, когда вылупится А для этого подержим яйцо под лампой в тепле И подождём Птичка новая Будешь... эээ... барбоска Птичка-барбоска А что, звучит Сорт клубники, барбоска фиолетовая Гена, а ты куда? Я, кажется, вывел новый сорт клубники Пойду посажу её А мне что делать? Присмотри за яйцом Барбоска, ты где? Выходи А-а-а-а! Змея! Змея! Змея? Где змея? Там Малыш, не бойся Видишь жёлтые полоски? Это детёныш ужа Он не опасен Барбоска Какой маленький Теперь ты мой питомец И я буду о тебе заботиться Барбоска! Барбоска! Гена! Ну где же он? Э, вообще-то сейчас мой ход Куда это ты свою пешку двигаешь? Ничего я не двигаю Это змея! Змея! Барбоска нашелся! Роза, Лиза, это мой ужик Не бойтесь! Малыш, немедленно брось его Ну это же мой питомец, Барбоска Брось! Иначе мы не будем с тобой играть Пойдем, Роза Да, малыш, не будем Малыш, а правда Давай его в лес отнесем К его маме Хочешь к маме? Бедная Барбоска Прощай, Барбоска Беги к своей маме Не переживай, малыш Ему здесь хорошо Малыш, ну хватит уже густеть На конфетку Не хочу, спасибо Хочешь, мы тебя раскачаем А вдруг Барбоска там голодает Он такой маленький А лес такой большой Воза, смотри, смотри Он вернулся Не очень он, конечно, симпатичный Но что делать? Малыш, иди сюда Барбоска, ты вернулся Какая прелесть Ага, надо фотографию сделать Точно Малыш, улыбнись Барбоска, смотри Сейчас вылетит птичка Повелитель времени Пилот-малыш на завтрак прибыл А где все остальные? Дед на рыбалке Родители с Лизой Школьную форму покупать уехали Да, скоро в город переезжать Надо кое-что еще сделать Пока время осталось Эх, я сегодня испеку пирог Прощай, лето Уже и тесто поставила Вот бы время остановить Чтобы лето не заканчивалось О, а чего это ты тут делаешь? Это эксперимент по ускоренному делению растительных клеток Я должен успеть провести его на даче Дай-ка сюда Здесь сахар, вода и колония одноклеточных грибов О, а это что такое? И трать напрасно Это антикатализатор На случай, если деление пойдет слишком быстро Прикольно придумал, братишка Но нам же до отъезда надо все грядки перекопать Процесс займет 30 минут Я должен следить за температурным режимом Иначе ничего не выйдет Лады 30 минут копаю я Потом ты меня сменишь Ну, чтоб железно Я тоже время засеку, учти Ген, миксер сломался Починишь? А? Я пока не могу, прости А, ну, конечно Наука важнее На пирог я тебя тоже тогда звать не буду Чтобы не отвлекать Фу Ну и жарища Эх Кто этот будильник остановил? Ну, Генка Дружок Нельзя же так пугать Признавайся Это ты будильник остановил? Нет, конечно Ой, а почему у меня таймер стоит? Не уследил? Реакция деления не запустилась Так тебе и надо Это Роза Разозлилась на меня за то, что я ей миксер чинить отказался Роза? А меня за что наказали? Просто так, за компанию Это несправедливо Идем Розка, что с тобой такое? Там тесто по всей кухне расползлось За мной гонится Ускоренное деление клеток Как тебе это удалось? Я тесто рядом с печкой поставила Засекла время А часы остановились И вот Я к этому эксперименту неделю готовился А оказывается, нужно было к печке поставить Посмотрим, что там Ай! Оно уже в прихожей Надо что-то делать Гена, придумай что-нибудь Антикатализатор Генка Быстрее Ну, как там? Ох, мы победили Жаль, Розкин пирог накрылся Но почему накрылся? Тесто на пирог я оставил Это что же такое? Таймер вырубился Будильник не работает Ходики на кухне тоже Получается, все часы остановились? Как это объяснить? Я в затруднении Разве что произошел коллапс космического масштаба И время остановилось Кто там шуршит? Малыш, ты чего прячешься? А я уже и не прячусь Знаете, это я остановил время Что? Я не хочу, чтобы лето уходило Вот и решил все часы остановить Чтобы оно продолжалось вечно Остановить время невозможно Но лето не уйдет навсегда В следующем году Оно снова вернется Может время я и не остановил Зато настроение у вас поднялось Да? Кажется, пока мы с родителями Ходили новую форму мне покупать И я пропустила здесь что-то очень интересное Всемирный день окружающей среды Сегодня особенный день Всемирный день окружающей среды И мы, Барбоскины, не останемся в стороне А как мы не останемся в стороне, Гена? Хороший вопрос, малыш Мы проведем операцию Здоровый лес Уберем мусор Высадим саженцы Подвяжем сломанные ветки Ага Мы убьем А потом лес опять замусует И ветки переломают А мы опять уберем И подвяжем Наш план Команда Альфа Под руководством дедушки Отправиться к большому камню Мы с командой Браво Займемся окрестностями Старого оврага И под кустом еще Загляни Слушаюсь, мой генерал Попался Обнаружен особо опасный преступник Вы имеете право хранить молчание? А где Лиза? Не знаю Лиза, ты ничего не забыла? Вроде бы ты умный, Гена А не понимаешь? Все эти уболки мусора Подвязывание веточек Ничегошеньки не решают Что? Лиса нужно спасать В планетарном масштабе Что такое фантик По сравнению, например С промышленным загрязнением атмосферы Или с глобальным потеплением? Лиза, ты где этого набралась? В интернет-группе Спасем Землю Кстати, мы обсуждаем Катастрофическое состояние Лисов бассейна Амазонки Значит, работать ты не будешь Неа И ты, вместо того, чтобы пакетики из-под чипсов подбирать Мог бы придумать, как лесам по-настоящему помогать Ты же изобъятатель Гена, гляди, что я нашел Коробки Я робот Вжив 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 Дружок Да ты голова Ага Голова-коробка У меня для тебя есть особо важное задание Лиза Хочу сказать тебе огромное спасибо За что это? Ты мне посоветовала изобрести что-нибудь такое Чтобы лесам помогать в этом В планетарном масштабе И вот я изобрел Знакомься Экоробот Какой-то он у тебя непрезентабельный Это прототип Мы потом организуем массовое производство Представляешь? Тысячи экороботов по всей земле Убираются в лесах круглосуточно Без перерыва на обед Молодец, Гена Наконец-то ты понял Вот это масштаб Пойдем испытывать Экоробот Команда убрать мусор на поляне Экоробот Стоп Эх, как я не подумал Его же настроить надо Поможешь? У меня там важное обсуждение в группе Лиза Робот самообучаемый Нужно просто показать ему как правильно Я бы один мог Но если нас двое будет Робот быстрее научится Ладно Но только ради планетарного масштаба Ох, утомилась Красиво тут стало Операция Здоровый лес В действии Фух Теперь можно и отдохнуть Ага Я тоже запарился В костюмчике В костюмчике Значит Ну-ну Не принимай близко к сердцу Лиза Зато ты помогла Лес чище сделать Я вам покажу Костюмчик Поднажми, брат Проклятие гены Что это у нас тут? Гена Такие фигурки несчастье приносят По телеку рассказывали Тебе, дружок Поменьше телевизор смотреть надо Ай А дружок-то плав Я и говорю Выкинь ты эту фигурку, Ген На всякий пожарный Не болтайте ерунды Это все глупые сувеверия Ну-у-у Вот так Очень симпатичный сувенир Поняли? Гена Ты это Лучше отойди в сторонку А яблоко я тебе достану Чего это ты такой добрый? Ой Ай Ну ты удружил Стой Ну что еще? Чуть не наступил Ай Ой Ой Немедленно дайте мне воды Я пить хочу Вы что, издеваетесь? Ну а вдруг ты С плакатьем не шутят Не отдам Дай сюда Для твоей же безопасности Хватит Больше ко мне Не приближайтесь Ты думаешь о том же, о чем и я? Газонокосилка Электропейбол Предмет повышенной опасности Ну и ладно В доме еще один удлинитель есть Ой Негдобу это Нельзя играть со злыми силами судьбы Угу Ай Гена Пульс слабый Но жить будет Фигурку надо снять А Что здесь происходит? Гена Ты как хочешь Но от этой жути просто необходимо избавиться Посмотри Что сделало с тобой проклятие Проклятие? Это не проклятие Это вы Кто стащил удлинитель? А кто воду у меня отнять хотел? А я был никто тряс Мы все равно не отстанем Да Ты наш брат А теперь отстаните Гена Чтобы снять с тебя проклятие Нужно провести специальный ритуал Ага Мы в интернете прочитали Без тебя никак нельзя Надеюсь, об этом никогда не узнают ребята из научного кружка Тумба-юмба, раз-два-три Стоп, проклятие, сгори Тумба-юмба, раз-два-три Стоп, проклятие, сгори Пляшем Тумба-юмба, раз-два-три Стоп, проклятие, сгори Тумба-юба, раз-два-три Кто проклятие сголи Ребята, а вы случайно не видели моего чудика? Потерял вот такого Малыш, откуда это у тебя? Нравится, сам сделал Поделка из природного материала Осенью в детский садик отнесу Поделка? В садик? Из природного материала Сам сделал, сам Великий агроном Смотри, малыш Если закопать твоё семечко в землю Оно прорастёт Ух ты, пух ты Из таких маленьких семечек Вырастают большие арбузы Так растут не только плодовые культуры Но даже древесные растения И если за ними правильно ухаживать Орошение Важнейший агротехнический приём Возделывания культур Вот какой секретик сделала Никто не догадается Пойду воски покажу Секретик Она посадила фантик? А, она хочет вырастить конфетное дерево А полить Поливание Важнейший агротехнический приём Возделывание конфет Смотри Это что за грязная каша? Это кто-то исполнил Ну, попадись он мне Посмотри-ка на него Идёт с аудием преступление Чтобы больше к секретикам ни ногой На солнце перегрели что ли Не нужны мне ваши девчоночек глупости Сделаем ещё секретик Ух ты На огороде всё взошло А моё дерево не растёт Эх, девчонки Ну, сажай, там не плевать Кто же это делает? Вот, малыш, так рыхление позволяет осуществить аэрацию почвы Спасибо, Гена Геночка, а что ты сегодня делал? Сначала поливал Теперь вот землю рыхлю А может ты в лесу чужие секретики портил? Кажется, вы на солнце перегрелись Лиза, конфеты ещё остались? Скоро мы узнаем, кто всё портит Ух, столько секретов наделали, аж плохо Теперь наверняка поймаем Кто же так сажает? Понятное дело, ничего не растёт Ага! Вы чего тут развели? Не поливайте, не ухаживайте Не поливаем? Секретики? Малыш, а что ты тут делаешь? Помогаю вам растить конфетные деревья, как Гена учил Гена? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Малыш, конфеты в лесу не растут Как? Значит, всё зря И правда, малыш же так оставался Геночка, ты же такой умный Придумай что-нибудь В данном случае наука бессильна Будем спасать веру в чудо своими руками Лиза, неси оставшиеся конфеты Дружок, нужны ветки Роза, сходи за нитками Малыш, принеси, пожалуйста, лейку из сарая Хорошо, Гена Идите скорее сюда Мой конфетный лес Он вырос Поразительно Видимо, моих знаний об агротехнике Недостаточно Я думаю, эти конфеты мы съедим А эти я посажу Нееет Честный обмен Ого, ты чего так расшумелся? Бесполезно, безнадежно Через два дня сдавать нормативы по физкультуре Я стану двоечником Ха, нашел из-за чего переживать Пара грамотных тренировок и все Нормативы в кармане А вот у меня доклад по географии Рехнуться можно Хм, дружок, а давай я пишу доклад А ты меня хорошенечко тренируешь Ха, а что? Вполне себе честный обмен Держи доклад по географии Ну что, я справился с поставленной задачей? Ха, ловко ты Ладно, Генка, потом выучу А теперь твоя очередь Готов к своему физическому становлению Тогда десять кругов по двору Побежал Десять? Может, начнем с более реалистичной цифры? У тебя, похоже, есть силы на разговоры? Двадцать кругов! Ну что, неплохо размялись? Думаю, теперь можно приступить к тренировке Размялись? Знаешь, двойка по физкультуре Это еще не конец света Как-нибудь переживу А как же наш договор? Я же слово дал, что тебя натренирую Так, я освобождаю тебя от этого обязательства А доклад по географии Считай, это подарок На день рождения Или на Новый год Как захочешь Ну уж нет Дружок свое слово держит До конца Вот незадача Похоже, придется попрыгать Что за глупые шутки, дружок? Развяжи немедленно А ты попробуй догони Ну молоток, Генка С такими преградами совладал Что за гадость? Не гадость, а коктейль Формула спортсмена Дай сюда Укроп, чеснок, баклажаны И много-много капусты Иммунитет знаешь какой будет? Формулу спортсмена Даже в олимпийской команде используют Дружок, я просто хочу сдать физкультуру И пить Ну раз так То за этой чугунной стеной Пакет прохладного Освежающего молока Вот это я понимаю Силовая нагрузка Заслужил чемпион Сделаешь еще три подхода По десять раз А потом увеличим нагрузку Что? Я тебе сейчас устрою Три подхода по десять Спокойнее чемпион Такого упражнения в списке нет В каком еще списке? Список нормативов по физкультуре Которые ты успешно выполнил Поздравляю, умник Это на пять с плюсом Жим сидя Кросс Прыжки в длину Я сделал все это? Я же говорил Пара грамотных тренировок И готова Получилось, дружочек Пять с плюсом Это нужно отпраздновать Не время праздновать, Генка Доклад ты написал Но заучить его мне не по силам Я пропал Ха-ха Пара методически грамотных занятий И ты почти собака Пржевальского Шучу Ты спас мою физкультуру Теперь мой долг Спасти твою географию Ведь у нас с тобой честный обмен Винтики-шпунтики Да ладно Иду я сквозь бую Сквозь бую Сквозь ветел и глад Да ну Ого Кинг-Конг вернулся Фотик классный А хотите анекдот? Мы двор убирать будем? Мы же обещали Не суетись, Генка Первый день каникул Завтра уберем или послезавтра ой иду я сквозь бурю сквозь ветероград и вею ты будешь этому рад я буду рад, если ты возьмёшь грабли какой вы неромантичный пригласите даму на бал ярких свечей колонавал ой, дерьки, Лиска с граблями вальсировала а Генка надулся сейчас сделаю с ним селфи Я надулся? Кинг-Колк завалил добычу. Так вы так? Вы так? А я в боках. Ну, я вам. Сейчас я вам. Ген. Вот, нашел. Да ладно тебе. Дружко, он фотоаппарат новый подоели. У меня вдохновение. Каникулы же. Хм, такой же, как у малыша. Не, не такой же. В нем установлен квазинотропный излучатель. Если туда посмотреть, мозг переходит в режим подчинения. И можно переказывать, что хочешь? Да. Действует всего 15 минут, но двор убрать успеем. Вы все посмотрите сюда одновременно. А, я тебе помогу. Только меня не облучай. Классно все-таки учиться без двоек. Раз, и тебе фотоаппаратик покупают. Кинг-Конг проголодался. Иди-ка сюда, котлеточка. Селфи с тарелочкой. Так вот, анекдот-то. Приходит жучка и внучка в зоомагазин. А теперь сюрприз. Гена, я тоже туда посмотрела. Ждем приказаний. Получилось, получилось. Приказываю выйти. Да, выйти во двор и убрать там все листья. Мы не хотим ни думать, ни знать. Наша задача – приказ выполнять. Раньше мы были просто ребята. Теперь автоматы все. Автоматы я. Винтик, я шпунтик. Я шпунтик. Я винтик. Я винтик. Я шпунтик. Я шпунтик. Я винтик. Вот славно. Сделал дело, гуляй смело. Ждем приказа. Надо работать. Хм, странно. Пятнадцать минут уже прошло. Эй, очнитесь. Работать, работать. Грязюка, грязюка. Надо убрать, надо убрать. Работать, работать. Работать, работать. Ребята, подождите. Давайте поиграем. Малыш, давай в Кинг-Конга. Роза, а как же селфи? Дружок, ты хотела рассказать анекдот. Приходит жучка с внучкой в зоомагазин и работают. Да подождите вы. Ну очнитесь же наконец. Гена, Геночка, как ты? Вы не роботы. А мы не были роботами. Как? Мы тебя немного проучили. Я подменила твой квазиноотлопный излучатель на игрушку малыша. А потом мы разыграли полное послушание. Я так рад. Я так рад, что вы ожили. Я думал, уже никогда вас не верну. Простите. Я Винтик, я Шпонтик, я Шпонтик, я Винтик. Письмо Генка, пляши. Тебе письмо пришло. Из океана. Ой! Тоже мне тайное общество. Я и так знаю, что вы мне сюрприз на Всемирный день футбола готовите. Африканские крокодилы живут в дикой природе на берегах болоте. Барбоскин обходит Мостолыгина, обводит Эдди Гри и бьет поворотом. Дружок, тебе что, заняться нечем? Нечем? Каникулы ведь! Вот объясни, почему все вокруг заняты делом? Генка наукой, Лиза сочиняет песни, я дежурю. А только тебе одному скучно. Дорогой Гена, пишет тебе акула Лёля из Тихого океана. Мы тут все акулы в океане очень голодные, а кушать нам нечего. Приезжай к нам, пожалуйста, привези что-нибудь покушать. Акула Лёля. Может быть, они и фуавду голодают? И пишут мне письмо? Дельфины же умеют разговаривать на своем языке. Может, и акулы писать научились? Кажется, я знаю, кто у нас тут акула. Оп, оп, опа, 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 опа. Дружок, где ты взял это письмо? Где-где? В почтовом ящике. Вроде умный, а иногда такие вопросы задаешь. То есть, ты его не писал? Генка, ты перегрелся, что ли? Ага, ну хорошо. А я, знаешь ли, не поеду к Тихому океану, пока акулы не пришлют мне второе письмо. Пусть подтвердят, что им действительно нечего есть. Ого! Точно перегрелся. Ах! Я уверен, что это дружок меня разыграл. Вот увидишь. Сейчас он явится и подложит в ящик второе письмо. Тут-то мы его и поймаем с поличным. Тссс! Идет! Ах! Ах! Малыш! Попался! Оп, оп, опа, опа! Ха! Посмотрим, посмотрим, что они мне приготовили. Ого! 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 А что? Похож! Ха! Акулы голодают. Хм! Так вот он про что говорил. Почему все заняты делом, и только тебе одному скучно? Теперь буду помогать акулам. Малыш, зачем ты написал мне это письмо? Я очень хотел, чтобы ты их покормил. Они бы на Ельсе стали добрыми и больше никогда никого не кусали. Я бы сам к ним поехал. Меня мама не отпустит. Ребята! 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 Пока! Дружок, ты куда? Я только акул покормлю в океане. И сразу назад. Скажите маме, к ужину буду. Ура! Ура! Дружок, вернись сейчас же. Генка! Я обязательно вернусь! Стой, я тебе говорю! Лиза, малыш, помогайте. Тащите его. Тащи его, Лиза. Отпусти! Там же акулы голодают. Никто там не голодает. Как не голодает? А как же письмо? Вот. У него спроси. Ха-ха! Ну, малыш, устроил же ты нам представление. А если бы я действительно в океан улетел? Ха-ха-ха! Мне тут письмо пришло. Такое странное. Дорогая мама, приезжай к нам в Африку и покорми нас, пожалуйста. А то мы голодные. Африканские крокодилы. Хочу, чтобы крокодильчики тоже стали добрыми. Фигурист. А теперь награждаются участники конкурса юных спортсменов Барбоскины. На сцену приглашается их тренер по фигурному катанию Тимофей Бобиков. Жюри конкурса присудила Лизе, Гене, Розе и Малышу первое место в категории фигурное катание. И награждает их золотыми медалями. А-а-а! А мне? А дружок занял последнее место. И медали ему не полагается. Почему это последнее? Не расстраивайся. Я тебе шоколадную медаль подарю. Не надо мне шоколадную. Я хочу настоящую. Разве это честно? У всех есть медали, а у меня нет. Конечно, честно. Лентям медали не полагаются. Я тебя тоже звал на тренировку. Забыл? Пора на тренировку. Да отстань ты! Что, я не знаю, как на коньках кататься? И вообще, у меня второй уровень. Самый сложный. И вот результат. Ладно, понял я, понял. Я тоже хочу золотую медаль. Учи меня кататься. Надумал? А не поздновато? ПОЛЯТσ頭 А! 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 ГРЯТС頭 А! ГРЯТС頭 О! А! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну как? Кажется, ты научился кататься. А у нас для тебя сюрприз. Жюри конкурса согласилась еще раз посмотреть твой номер. Мы организовали трансляцию по интернету. Жюри на связи! Не подведи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это весна. Лед начал таять и потрескался. Ну, начинай же! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ура! Здорово! Ура! Молодец! Ура! Ура! За отличное катание, за сногсшибательную технику и величайшее мастерство дружок Барбоскин получает супер-первое место и награждается супер-золотой медалью. Ура! Молодец, дружок! Но это еще не все. Жюри конкурса приглашает дружка на международные соревнования по фигурному катанию. О-о-о! Так весна же! На роликах! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Любимый брат Лиза! Давай поиграем. С малявками возиться. Вот еще. А я новую игру придумал в археологов. Хм. У меня там такое. Пойдем, покажи. А-а-а! Куда ты меня тащишь? Не хочу я с тобой играть. Мы с зайкой провели раскопки. Смотри, что мы нашли. Больно мне нужно на всякие глупости смотреть. Это односкальные рисунки. Наверное, здесь раньше жили наши предки. Помнишь, Гена говорил, что мы все произошли от волков? Ррррр. Сам ты волк! Понял! Похвал обои и напьедумывал всякие глупости. Вот возьму и расскажу маме, что ты стенку исполнил. Почему ты такая? Почему ты не хочешь со мной играть? Такая, какая есть. Больно мне надо играть с глупой малышней. Скоро придут мамы с папой и принесут Владика. Мы будем жить с ним в одной комнате и вместе играть. Вот и нет! Мама сказала, что братик будет в твоей комнате один жить, а тебя ко мне переселят. Ну и ладно. Мне для братика комнаты не жалко. Вот только как он тут будет? Один. Нарисуй себя и братика. Так мы всегда будем вместе. Деньги. Эй! А можно поаккуратнее? Какой он хорошенький! Его зовут Малыш. А мне уже можно с ним поигывать? Пусть сначала немножко подрастет. Хорошо? Хорошо. Давай тогда с тобой поиграем Конечно, когда я освобожусь, обязательно поиграем Некогда маме с тобой играть Ты же слышишь, малыш совсем раскапризничался Братик ведь ещё совсем маленький Наверное, ему мама нужнее, чем мне Мам, пап, а вы моего зайку? О, не видели Вот, решили обновить обстановочку Розовые с сердечками, это не для мальчиков Эй, это, это мой зайка Лиза, он же ещё маленький Не будешь же ты отнимать у него игрушку? Я больше не хочу с тобой играть Лиза! Никогда его не плащу И вообще, он уже не маленький Вот пойду и заберу своего зайку Вот увидишь, Лиза на самом деле хорошая А когда она увидит этот рисунок, то сразу поймёт, как я её люблю Пойдём поиграем, что ли, в догонялки какие-нибудь Хочешь? Давай А ты маме не расскажешь, что я стену испортил? Если не догоню, не расскажу Не догонишь Не догонишь! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Физическая подготовка Дружок, у тебя же скоро контрольная по физике. Хватит заниматься ерундой. Ерунда у тебя в учебниках. А мы с Тимохой сегодня на скейтах идем кататься. Нам не до физики сейчас. Мой долг как брата подготовить тебя к контрольной. Чего бы мне это не стоило. Я никуда не уйду, пока ты не выучишь. Если бы ты знал физику распространения звуковых волн, то понял бы, что дверь не преграда для знаний. Вот надоел, Бубненко. А я вот сейчас громко музыку включу. Итак, скорость звука в газах, жидкостях и твердях. Гвоздь мне в кеды. А ты знаешь, кто открыл закон всемирного тикотения? Или что такое гравитация? Тимоха, наконец-то. Смотри, как я скейт раскрасил. Так еще моя бабушка скейты раскрашивала. Вот я тебе свой покажу. Та-дам! Ну как, а? Ну, в целом... А что это? Гвоздь мне в кеды! Генго! Это закон всемирного тикотения. Его, между прочим, открыл Исаак Ньютон. Ньютон гулял по яблоневому саду. И тут на его глазах Светки оторвалось и упало... Ты как? Нормально! Поехали! Чтобы убежать от знаний, нужны знания. Кратчайшее расстояние между двумя точками прямая. Поэтому на лифте спускаться гораздо быстрее, чем бежать по лестнице. О! Смотри! Адродный коллайдер везут! Где? Ты не понимаешь своего счастья. Физика лучше бесцельного катания на этих деревяшках. Сам ты деревяшка! Со скейтом ничто не сравнится! Я тебя все равно выучу. В природе есть много различных сил. Сила тяготения, упругости, тяжести. При соприкосновениях... Одного тела с другим... Может помочь ему? А то, Генка, сейчас ты увидишь то, чего не сделать всем физикам в мире! Петушиное сальто! Уверен? Это же высший пилотаж! Учись! Я показываю! Дружок! Ты жив! Вот видишь, ты не учел силу трения. По крайней мере, теперь ты никуда не денешься. Итак, энергия. Механика изучает потенциальную и кинетическую энергию. И так тошно! Еще ты со своей физикой! Ну вот скажи, какой от нее прок? Прок? Ты что? Зная физику, можно двигать горы, создавать электростанции, самолеты, да хоть на Луну полететь! И чего я там забыл на твоей Луне? А здесь мне физика даром не нужна! Ах так? Ну ладно! Я тебе сейчас покажу! Физика ему не нужна! Дружок! Смотри! Э! Ты что задумал? Никакое петушиное сальто не устоит перед знанием законов физики! Набираем скорость, масса тела минус сила притяжения, учитываем сопротивление воздуха и... Физика! Это реально сила! Ты же почти выполнил петушиное сальто! Вообще не умею кататься на скейте! Ну, конечно, к знанию физики неплохо бы добавить ещё и физическую подготовку! А научишь меня? Ну, всяким там законам! Конечно! А с тебя уроки катания на скейте! Субтитры создавал DimaTorzok